Здарова! С вами Настольный Сюр! И сегодня мы с вами будем превращать стекло в произведение искусства вместе с настольной игрой Мурана. Мурана это абстрактная игра-гонка. Ведь игра закончится тогда, когда кто-то раньше всех остальных закончит все свои шедевры. А для этого ему понадобятся следующие компоненты. Стекляшки различных цветов, небольшие планшеты игроков, карточки произведений стеклодувного искусства, монеты, тайлы категорий и набор маленьких карточек для них, а также вот такая конструкция, что встраивается в саму коробку. В начале игры вы выкладываете по одной разной стекляшке на каждый из четырех рынков. Формируйте комбинацию из тайлов категорий и четырех карточек, а каждый игрок получает планшет, четыре монеты и пять карт, а при игре на двоих шесть. А далее начинается игра. Важно, что взятые карты вы можете просмотреть, но не можете менять их последовательность. И по базовым правилам вы сначала должны создать первую карту, чтобы иметь возможность создать следующую. И так далее. В свой ход вы делаете следующую последовательность. Сначала поворачиваете вот эту стрелочку на одну позицию и берете две вот такие стекляшки из общего запаса. Далее наступает ваша основная фаза, где вы делаете одно из трех действий. Обмена, покупки или продажи. Обмен позволяет выложить одну вашу стекляшку на любой из четырех угловых рынков. И взять те три стекляшки, что указаны вот тут. А если здесь есть прозрачное сердечко, что является джокером, его брать нельзя. Вы также можете за две монетки купить все стекляшки с одного из рынков. И третий вариант действия продать любое число своих стекляшек за одну монету. Причем именно за одну монету, а не по одной монете за каждую стекляшку. Это важно. Возможно, звучит очень нелогично, но далее вы поймете, для чего это. Если в конце хода у вас собрался вот этот набор стекляшек, вы можете его сбросить и создать свой шедевр. Когда вы создали свое произведение и убрали стекляшки с планшета, вы получаете столько денег, по сути победных очков, сколько пустых ячеек у вас осталось. Например, вот тут вы бы получили шесть монет. Если вы создали две стеклянные штуки за раз, то получаете бонусные две монеты. То есть, создав два произведения, выполнив две карточки, вы всегда будете получать 14 монет. Потому что у вас всего мест восемь, каждая карточка требует по четыре стекляшки. То есть, сделав первую, мы получаем четыре монеты, вторую восемь и еще две сверху. Итого 14. В игре также присутствуют и три дополнительных действия, которые вы можете сделать в любой момент своего хода. В начале, в процессе или в самом конце. Во-первых, вы можете разово использовать ваше созданное произведение и применить свойства, соответствующие символу на нем. Например, продать любое число стекляшек не за одну монету, а за четыре. А если на вашем стеклянном произведении несколько символов, то вы выбираете один из них. За одну монету вы можете повернуть внешнее кольцо нашей конструкции на одну позицию против часовой стрелки. А также за одну монету можно переложить первую карту в руке на любое место. Два последних действия можно повторять сколь угодно раз, пока у вас есть звонкая монета. Когда кто-то сделает все свои пять стеклянных шедевров, все доигрывают круг и игра заканчивается. Вы считаете деньги и самый богатый побеждает. И это все правила игры. Давайте теперь на плюсы и минусы посмотрим. Минусы. Первый самый большой минус игры, что местные стекляшки очень яркие, красочные, гладенькие, и их так и хочется съесть. Потому берегите игру от ваших маленьких детей. Плюсы и минусы. Здесь тоже один, но я бы сказал, что он ключевой. Мурана довольно простенькая игра. Вы вначале берете два ресурса. В конце смотрите на комбинацию, и если у вас совпадают ваши стекляшки, то вы создаете свой шедевр. Либо копите, чтобы создать два сразу в следующий ход, например. А в процессе своего хода вы делаете одно простое действие из трех. То есть вы кладете стекляшку, берете три или две. А потом вы, например, собираете кучку стекляшек за две монеты, когда там скопилось много полезных для вас. Ну, либо вы продаете кучку стекляшек за одну монету. Либо одну стекляшку за одну монету. Но это мы делали довольно редко. И в принципе все. Да, есть доп. действия, но иногда вам не нужно крутить колесо, вам не нужно менять положение карт. А воспользоваться картами в процессе как какой-то способностью вы сможете небольшое число раз, потому что они одноразовые. И по итогу, да, получается довольно простенько. Плюсы. Первый плюс это, конечно же, продакшн. Местный игровой столик выглядит просто бомбезно, очень стильно, очень кайфово и очень плавно поворачивается. Короче, использовать его кайфово. Плюс, конечно же, красивые и приятные стекляшки. Да и весь остальной продакшн, в принципе, хорош. Второй плюс в Мурана очень приятное время партии и на любой состав за 30-40 минут вы спокойно сыграете. Третий плюс, что здесь довольно много карточек со способностями. И их набор, и их комбинация будут различны от партии к партии, и это добавляет плюс к реиграбельности. Хоть и на основной core геймплей они не сильно влияют. Отдельным плюсом я бы выделил местную систему взаимодействия с карточками на руке, потому что, да, вы можете их просмотреть, вы можете просчитать примерно свою стратегию на дальнейшие ходы, и вы имеете право, да, денег. Да, конечно же, было бы комфортнее просто раскладывать их в нужной последовательности, но тогда не было бы челленджа. А вот так прикольные моменты взвешивания. Нужно ли вам потратить монетку ради того, чтобы потом, впоследствии, создать два шедевра, например. Короче, это прикольная идея. Ну и пятый и последний плюс вы прекрасно знаете. Мурана будет на русском языке, за что спасибо, Роллинг Геймс. По итогу, Мурана это такой приятный, расслабляющий, семейный, не конфликтный, но все же скорее новичковый абстракт. Но не важно, кто вы, новички, старички, я надеюсь, что вы все равно поставите лайк этому ролику, подпишитесь на канал, напишите комментарий и будете переходить по ссылочкам в описании. Там будет ссылочка на предзаказ, уже есть или очень скоро будет, а также ссылочка на бустик, где вы можете примкнуть к картели муранских стеклодувов настольного сюра, где я вас также запру на острове, но буду всячески любить и обожать. Все, до скорых встреч, не скучайте, не валейте, играйте сами, играйте с нами, выдуйте лисицу. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok